Если бы эти самолеты и ракеты стояли на земле, а не в стеклянной витрине, то можно было подумать, что они настоящие. Модели в точности соответствуют реальным аппаратам. Все их собственными руками собрал Леонид Владимирович Симухин, небезызвестный в Улан-Удэ моделист. Начинал с наборов, затем принялся разрабатывать и приделывать к уже готовым макетам дополнительные детали. А потом и вовсе стал создавать копии космической и авиатехники с нуля. По ходу работы приходилось много ездить по предприятию, работал на приборке, видеть авиационную технику вживую, все это. Побывал в музее Мунина, мне захотелось такой же музей поиметь у себя дома и потихоньку начал собирать. Вот, допустим, Восток модель собирал, на которой сейчас в Москве. Я год на нее только информацию собирал, но сделал я где-то месяца за два. Можно модель за неделю собрать, допустим, некоторые модели, и начинаешь собирать, потом отставляешь в сторону. Это увлечение вылилось в выставку ко дню космонавтики. Из 90 экспонатов почти половина – это лунные корабли, спутники, межпланетные станции и многое другое, с помощью чего исследуют таинственную Вселенную. Кстати, здесь можно получить не только эстетическое удовольствие, но и узнать много интересных исторических фактов. Леонид Владимирович собрал все модели выпущенных самолетов и вертолетов нашего авиационного завода, начиная с 1939 года, заканчивая 2019 годом. Дети, которые сюда приходят, они могут посмотреть, и, возможно, кто-то захочет стать конструктором, возможно, кто-то захочет пойти к нам работать на Лондонский авиационный завод. Там еще есть очень интересный экспонат. Это модель катапультируемой капсулы, в которой были наши первые советские космонавты, собачки, белка и стрелка. Самое большое мое удивление, что люди, которые меня окружают в более старшем возрасте, могут создать подобное устройство, которое посетит Луну, сможет улететь в космос. Хоть я и не увлекаюсь космонавтикой, но мне достаточно интересно тут находиться, как тут все рассказывают обо всем. Сейчас Леонид Владимирович параллельно работает еще над 40 моделями. Говорит, к 65-летию первого полета в космос подготовит новую экспозицию. А посетить выставочную юрту в этнографическом музее вы можете до 10 мая. Возрастное ограничение – 0+. Алина Котова, Жаргал Ирданеев, телекомпания АТВ.